Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Дистилье. Сегодня хочу поспешить вам похвастаться своей новостью. У меня в арсенале появилась новая помощница. Это вот индукционная печь. Индукционная печь на три с половиной киловатта. До этого у меня была печка на 2 киловатта, которая на самом деле выдавала где-то 1,3 в лучшем случае. Иногда 1,4. И я понял, что мне этой мощности не хватает и очень долго искал печку, которая бы мне подошла. В итоге остановился на своем выборе и купил себе вот такую печку. Печка называется Huracan китайского производства. Модель HKN ICF35T. Вот моя старая печка под названием Kitford серии 102. Она, в принципе, отработала верой и правдой мне, никаких проблем с ней не было и она осталась в рабочем состоянии. Но мощность, которую она выдает, не совсем недостаточно для нормальной работы. Особенно, когда я работаю с тарелочной колонной. У меня, кстати, остался вопрос к моим подписчикам. Когда-то в какой-то момент мне задавали вопрос, какая у меня печь. Я сказал, что вот у меня такая печь как Kitford. И один из подписчиков сказал, что у него была такая же печь. Он разобрал и там оказалось, что стоит ограничение по мощности, которое не дает работать печи на полную мощность. Он что-то там изменил и в итоге она стала работать на 2 киловатта, так как написано в технических характеристиках. После чего я решил померить, сколько же у меня выдает. У меня казалось, что она выдает 1,4 в лучшем случае. Если кто-то знает, что там нужно поменять и так далее, у меня большая просьба. Покажите, что где вскрыть и где там нужно что поменять для того, чтобы она начала работать на полную мощность. Буду вам признателен и благодарен. Ну что, давайте посмотрим на моё приобретение. Итак, перед вами печь модели Huracan ICF 35T. Выполнена она из нержавеющей стали со вставками из стекла закаленного. Управление у неё полностью сенсорное. Давайте подключим и посмотрим в работе. Я расскажу вам, как я выбрал и почему именно эту печь. Подключаем. Как весело запустилась печка. Итак, чем хороша именно данная модель? Данная модель имеет 13 уровней мощности нагрева от 400 до 3500 ватт. Также температурный режим поддерживает от 60 до 280 градусов. Имеет защиту перегрева. А самое главное, что для нас с вами важно, для винокуров, пивоваров, это то, что таймер у неё на 24 часа. То есть никаких у вас не будет проблем, дёрганье, что через три часа нужно подбежать, отключить, включить. Особенно, когда вы перегоняете из браги в спирт и рец. То есть, когда вы включили, можете на самом деле отойти, не находиться рядом с печью. Для меня это сильно важно. То есть, я включаю, бывает, занимаюсь своими делами. Мне некогда прибегать через каждые два часа и включать печь. Предыдущая печь у меня тоже имела хороший таймер на 4 часа. Данная на 24 часа. То есть, это просто сказка. Габаритные размеры, давайте с вами посмотрим, проверим. 337 где-то получается. 337 на... На 400... На 460. Поверхность плиты... 335 на 335. Очень хорошо то, что края здесь у бортиков получается металлические и они чуть-чуть выше, чем само стекло. То есть, кастрюля может становиться на бортике и никаких у нас проблем не будет с тем, что мы создаем давление на стекло. То есть, данная печка выдерживает большой вес. Насколько знаю от других пользователей, нагружают ее до 100 килограмм. Хотя в паспорте написано, что она выдерживает до 25 килограмм. Что тоже, кстати, немаловажно для винокуров и пивоваров. Да, еще забыл сказать про высоту. Какая у нас высота у печки. Высота у печки получается... 125 миллиметров. Данную плиту я приобрел в магазине Ресторатор ПРО. В данном магазине очень большой выбор плит, именно профессиональных. Я искал, все время хотел поменять свою маломощную плиту уже на 3,5 киловатт. И остановился выбор, как уже вам и сказал, на этой плите, потому что она имеет таймер на 24 часа и возможность ее нагружать до 100 килограмм как минимум. Я установил на печку кастрюльку, потому что без нее она у нас не запустится. И сейчас буду запускать, уже включать и запускать печь. Вот у нас начинается отсчет от 400 ватт. Давайте проверим, сколько же уровней мощности у данной плиты. Изготовитель заверяет, что их 13. Итак, первая ступень это 400, вторая 600, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая. То есть все по-честному. Итак, давайте проверим, таймер работает ли у нас на 24 часа. Для этого мы должны запустить печь и трижды нажать на клавишу функции. У нас подключается функция таймера, после чего мы можем выставить в минуты. Как сейчас я сделал 59 минут, да. Если нажимаем еще раз, у нас загорятся часы. 23 часа 59 минут, то есть 24 часа у нас устанавливается таймер. Все. Дальше у нас начинается нагрев и будет уже полностью все, видите, перестало мигать. И 24 часа теперь у нас будет работать печь, без остановки. Так же у данной модели есть такая функция, как вот здесь, KWH, нарисована батареечка, которая дает возможность посмотреть, сколько на данный момент потреблено электричества у нас. Вот смотрите, я нажал и показываю, что у нас там 0,11 киловатт было потребление. Через пять секунд оно переходит в обычный режим после нажатия. В принципе, то, что хотел вам сегодня показать, я показал. Не смогу показать вам параметры мощности, то есть насколько она соблюдает. В связи с тем, что параметры, которые выдает электрическая сеть, не совсем соответствуют. То есть у меня где-то получается 210 вольт в сети вместо 220. Поэтому показания будут некорректны. Хотел бы у вас узнать, если у кого-то такая же печь имеется в наличии, и прошу поделиться у вас своими впечатлениями в данном видео по поводу использования данной печи. Возникли ли какие-то претензии, проблемы. Хотелось бы просто самому узнать. Хочу сказать большое спасибо компании Ресторатор ПРО за предоставленный дисконт. Тем, кто хочет приобрести печи, заходите на сайт компании. Сайт будет указан под видео. У них очень большой выбор абсолютно разных профессиональных печей. Выбирайте, покупайте, варите вкусные напитки. Хочу пожелать вам всем удачи, успехов в достижении ваших целей. А на этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok